Ну что, друзья, всем огромный привет, меня зовут Мишаня, мы сегодня находимся в МТА на проекте CCD Planet, это, друзья, у нас второй сервачок, я вас всех приветствую, и сегодня, ребята, я хотел бы в начале ролика также хотел бы сказать огромнейшее вам спасибо за активность под роликами, потому что каждый ролик сейчас активно стремится к тому, чтобы набирать по тысяче просмотров стабильно. Я очень сильно вам за это благодарен, ребята, огромнейшее спасибо за ваши лайки, конечно, мне будет очень приятно, если вы поддержите и эту серию лайком. Ну а сегодня, парни, как и обещал, в общем-то, сегодня у нас очередные покупки, да, я очень-очень много денег уже потратил на свой, так скажем, небольшой автопарк, который я собираю, и, в общем-то, на CCD Planet у меня есть одни интересные такие, на самом деле, планы, чтобы собрать полностью автопарк из всех автомобилей, ну, как минимум, на хорошем номере. То есть, максимум это получается на каком-то крутом уникальном 3D-виниле, который будет сделан или же чьими-то руками, да, или же я закажу на заказ. Пока что, ребята, я еще думаю и размышляю, на какую мне машину сделать какой-то уникальный винил в стиле моего канала, но пока что делается вообще вот этот дизайн моего канала, пока что придумывается, как бы, вообще вся стилистика, и пока что я себе, ну, не хочу заказывать никакой винил, потому что, опять же, ищу проверенных людей, поэтому, если вы умеете делать хорошие винилы, и у вас очень здесь много есть отзывов и сделок, то напишите мне в ВК. В общем-то, прошлая серия по покупке на аукционе, получается, Ferrari 812 Superfast, я поркосячился, то есть, я купил эту машину, можно сказать, на 8 миллионов дороже. Но, оказывается, так. Я прям вообще, прям очень вам сильно благодарен за то, что вы мне об этом повестили. Но пока что, ребята, у меня есть в планах сделать здесь крутой винил, у меня есть один человек, который делает по дешевочке это все, как бы, на заказ. В общем-то, есть определенные планы на эту Ferrari, эта Ferrari будет уходить на продажу, или же я попробую, наверное, в новой нашей рубрике по CCD Planet запустить перепродажу, чтобы эту Ferrari продать хотя бы, ну, в минус на 2-3 миллиона. Я постараюсь это сделать, чтобы я еще на 8 миллионов не ушел в минус, я очень сильно постараюсь. В общем-то, в этой серии я вспомнил, что, пацаны, у меня нету M5 F90. Я BMW сильно-то не люблю, да, я в основном люблю, как бы, Мерса, ну, как бы, ну, по душе мне больше Мерса. BMW я не сильно люблю, но я недавно задумался, что, как бы, у нас BMW, именно M5 F90, во-первых, там есть новый рест-комплект, получается, на нее. И, как бы, F90, но это уже, в принципе, можно сказать, уже не зашкварно. И на F90 постоянно делают какие-то интересные винилы, например, я нашел вот этот винил. Машина стоит 30 тысяч, а, ой, 30 тысяч, ничего себе, я немного тут это как-то преуменьшил. 30 миллионов, в общем-то, машина у нас стоит, и посмотрите на этот винил. Честно, я уже чуть ли ее не купил, вот, честно, парни, вам сказать, то есть, я чуть не совершил, так скажем, ошибку. Во-первых, здесь она в тюнинге, да, но она не в рест-комплекте. Винил, получается, сделан, ну, серьезно, качественно. То есть, винил сделан в стиле, получается, полиции, полицейской M5F90. Но, на самом деле, я заметил вот подобные косички. Во-первых, ребята, это очень серьезные косички, из-за которых я не хочу брать эту машину. CCD-Planet, вообще, смотрите, какой-то фиолетовый тут цвет, потом идет какой-то синий, в общем-то, ну, не очень. То есть, по городу это, как бы, понятно, все ровно, хотя даже по городу это обычный стикер, который тебе не нужно укрепить, как CCD-Planet. CCD-Planet не по размеру буквы, но я понимаю, что это кому-то сложновато удается, но вот за такую машину, как бы, единственное, наверное, ну, чтобы я заценил и приценил, то это номерок, как сделан. И то это тоже очень легкая работа. РУС это тоже очень легко сделать. В общем-то, даже номер здесь, ну, прилепили, так скажем, ну, конкретно, пацаны, не ровно. Вот, даже вот здесь есть беленькие. Ну, такие есть недочеты, да, смотрится это прикольно. Кстати, я вот не знаю, к чему добавляют вот эти вот черненькие штучки, наверное, какой-то стиль. Не, ну, как бы вид она имеет, я соглашусь. То есть, так, чисто саморучный такой бюджетный винил, который он переоценил в около 30 миллионов, да, и накинул очень большую наценку за номер. РВ-шки, восьмерки, 46-го регион. Как бы, ну, для любителей 46-го региона, наверное, это будет, в принципе, нормальная цена, и то, наверное, дорогая. Но, как бы, я решил ее, в общем-то, не брать. Что же за машину я нашел? Я также находил, получается, здесь М5F90 на коронавирусе, но это вроде как неоригинальный винил. Не, он, как бы, смотрится тоже прикольно, кстати, но это не такой винил, как у Булкина. У Булкина он совсем чуть-чуть отличается вот здесь по свету, потому что здесь у него цвет получается черный, а здесь он какой-то первомутр отдает каким-то оранжевым, ну, коричневым, вы, в общем-то, это видите. И нашел одну машину, честно, М5F90 здесь просто с завалом. Очень много номеров, очень много винилов, вот, смотрите, даже вот такой есть винил. Но, как бы, я это все не захотел брать. Кстати, вот есть прикольное что-то. Я, кстати, отсюда даже и не листал. Во, за 20 лямов Gold Edition, ну-ка, давайте посмотрим. Вот это прикольно, кстати, смотрите, ну, в таком ярком, интересном раскрасе машина, да, ну, как бы, это очень круто выглядит, но... Я просто, ну, понимаю, что я на такой машине яркость слишком, ну, типа, много не проезжу, поэтому я решил купить себе вот прям, вот, прям, вот, вот так вот, короче, забил и решил купить себе вот такую вот машину винил в стиле Железного Человека. Стоит здесь рестайлинг, получается, без тонировочки, то есть никакого колхоза, конечно, тонировать я буду машину, потому что машина такая очень-очень с большой проделанной работой. Я думаю, что, ну, как бы, здесь тонировка в круг не помешает. Винил сделан, ну, максимально круто, то есть, посмотрите, конечно, номер тут, Ирон М, я особо, как бы, не шарю, что это такое. Кто шарит, кстати, напишите в комментариях, ну, кто-то же, может быть, просто свой никнейм, свою подпись, так скажем, придумал, написал. Винил сделан максимально качественно, то есть, винил прям, ну, очень мне нравится. Конечно, я думал, что здесь будет что-то, там, по типу Железного Человека, да, изображено, но нет, это просто здесь, просто в стиле Железного Человека машина сделана, и я думаю, что это очень крутая будет покупка. Да, номер, конечно, здесь не ценится именной, ну, как бы, он есть, и это уже, как бы, хорошо, то есть, как бы, тому человеку, кто за это не шарит. Получается, можно будет посчитать еще в счет именной номер, ну, типа, накинуть какую-то наценку, вот, какому-то человеку, который, типа, просто ценит именные номера, ему можно будет толкнуть 22 миллиона. Честно, парни, работа, опять же, переоцененная, то есть, как бы, ну, как бы, я не знаю, вот, по поводу Булкина, работу, да, я покупал за 8 миллионов, как бы, Е39, когда ее можно было за 5 купить, и, как бы, я ее на ценникам купил на 3 миллиона. Здесь, парни, я не знаю, честно, то есть, как бы, ну, примерная сумма, получается, реестр M5F90 11 миллионов, вот, это примерно, а 10-11 миллионов. Здесь идет, получается, наценка 10 миллионов за винил, а я знаю, что за 6 миллионов делают винилы в виде фотографии, какого-то там ютубера, не ютубера, ну, короче, я решил купить ее за 22 миллиона, я не знаю, парни, вот, честно, здесь эту я работу оцениваю очень хорошо, то есть, как бы, по сути, люди, которые выставляют на продаже подобные автомобили, они, как бы, оценивают свою работу, то есть, как бы, опять же, я не знаю, возможно, это машина перекупа, возможно, этот человек просто это делал машину для себя, и я считаю, что эта машина, именно эта машина стоит 22 миллиона, опять же, у меня на банке, кстати, остается уже 118 миллионов, у нас остается, в принципе, можно сказать, совсем ничего, но у нас, как бы, в целях еще будет продать несколько машин со в 3, опять же, да, потому что есть у меня некоторые машины, которые просто стоят, на которых я просто не катаюсь, а я повторяю, что я, получается, собираю автопарк сейчас из подобных винилов, из подобных номеров, которые есть, если, опять же, у вас есть подобные машины, вы можете мне написать в комментариях, или же в ВК, ссылка есть, если что, в описании, то есть, просто мне написать и, как бы, предложить какую-то работу, которая не может у вас продаться там, ну, опять же, на том же аукционе или же на ИКХ, вы там не можете просто кому-то толкнуть, и вот теперь я решил покупать, ребята, подобные работы, потому что, посмотря на те работы, которые я покупал, переоцененные, я понял, что это, конечно, такое, если это, сейчас у меня в комплекте, есть, получается, смотрите, у меня, как бы, супергеройский такой собирается, наверное, автопарк сейчас, по большой части, потому что, получается, вот, у нас F-90 в стиле Железного Человека есть, и есть, также, Хуракан в стиле, получается, тоже что-то типа с Марвелла, да, то есть, там, получается, у нас флэш изображен на виниле, и, в общем-то, сейчас, я говорю, то, что у нас собирается прям какая-то такая интересная ситуация, скоро будет искаться автомобиль, где будет изображен Человек-паук или же, там, Хаук, что-то типа-то подобное, то есть, конечно, вот эта, получается, работа на Хуракане, она не настолько даже дорого выглядит, как это выглядит на M5 F-90, ну, согласитесь, то есть, здесь, если сравнивать мой Хуракан, опять же, да, ну, тут тоже работа сделана очень круто и очень качественно, ну, вот, именно M5 F-90 прям, ну, очень сильно мне заходит, блин, я рад, честно, этой покупке, которую я, собственно, только что купил, напишите в комментариях, ребят, вообще, что вы думаете по поводу этой покупки, я считаю, что эта покупка годная, конечно, интересно сейчас, наверное, поехать еще в винильную, посмотреть вот напоследок, так скажем, сколько там изображено слоев, добавлено, точнее, слоев, просто посмотреть на их счет, посмотреть, из чего это все состоит, ну, опять же, те люди, которые смотрят мой канал и смотрели мои видосики, наверное, каждый видосик, то они, наверное, знают, что я люблю постоянно покупать подобные машины, заезжать в винильную и смотреть вообще, из чего состоит этот винил, то есть, как бы, винил, опять же, который из, так, да, на Хуракане, который, где изображен флэш, там, получается, чисто в основном тени, то есть, там, как бы, больше ничего нет, а здесь, вот, мне прямо стало дико интересно, но я вижу очень много квадратов, много-много-много-много-много всего, кстати, слоев не так уж и много, 687, это, блин, ну, я считаю, годная работа, это, во-первых, очень мало, как бы, слоев, потому что, опять же, на том же Хуракане изображено, где-то, ну, нанесено, точнее, 900 слоев, хотя, оцените эту работу и на Хуракане, я думаю, что, пацаны, ну, вот это прям достойно и делал явно профессионал, который понимал, что он делает, поэтому, парни, блин, я, опять же, говорю, что я покупке очень рад. Ну, а на этом, ребята, всё, я с вами прощаюсь, а я сейчас продолжаю собирать какой-то крутой себе автопарк, конечно, опять же, не думайте что-то про это, и про эти, получается, машины, те машины, которые не на винили, те машины, у которых нету, там, например, вот таких же именных номеров или же просто номеров, я буду продавать, хотя у меня таких машин, их всего лишь две, это, наверное, Ешка, на которую я нанёс недавно небольшой такой, так скажем, от себя винил, чисто за минуту, это, как бы, мой Инстаграм, и то, мне кажется, я эту Ешку буду и то продавать, потому что, парни, сейчас у меня есть в планах собрать прям, ну, крутой автопарк на крутых номерах и на крутых подобных винилах. Вот, поэтому, парни, всё, пишите свои комментарии, оставляйте много-много лукасов под этой серией и подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Мишаня, всем удачи и всем пока!